Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Значит, ну что, произошло довольно такое интересное событие, но только не для участницы этого события, конечно, это шок для нее. Все дело в том, что таксист подротил прямо непосредственно на глазах у пассажирки. То есть он вез ее в Пулково в аэропорт и по дороге начал дротить по полной программе. Она была в шоке, просто увидела, что он смотрит фильм для взрослых, а затем он остановил машину, откинул кресло и начал дротить по полной программе прямо у нее на глазах. Ее это, конечно, повергло в полный шок. И в пору, мне кажется, поговорить о такси и вообще о том, что происходит с водителями такси. Я пользуюсь такси довольно часто, скажу сразу честно, потому что стоимость поездки сейчас не такая большая. Поэтому дело такое, да. Значит, вот что пишут. Жертва таксиста-дротиста сняла видео процесса самодовлетворения водителя и прославила его перед начальством. Ну, с одной стороны, каламбурная ситуация, кажется. Но я думаю, что девушке, которая была, так сказать, пассажиркой, это, конечно, никакого каламбура в этом нет. Потому что мало ли что на уме у человека, согласитесь. Когда одна едешь в аэропорт, и, собственно говоря, начинает водитель дротить прямо на твои глаза. Послал он опаздывающий в аэропорт пассажирки, водитель задавал вопросы интимного характера и пытался задержать ее в машине. Значит, петербургского таксиста заблокировали навсегда за просмотр фильмов для взрослых за рулем. Как рассказала пятому каналу пассажирка Мария Дьякова, водитель по имени Гуламжон в ходе поездки в аэропорт Пулково, кроме прочего, стал задавать вопросы интимного характера и в результате попытался подротить. Когда я заметила, она говорит, что он смотрит фильм для взрослых, я стал думать, что мне показалось. Ну, согласитесь, действительно, она едет, и как это такое возможно? Не может же быть такого, чтобы при клиенте смотреть фильмы для взрослых. Я не знал, как мне реагировать на это. Я испугалась в тот момент, когда он резко затормозил, не доезжая до аэропорта, видимо, в этот момент он испытал уже что-то такое, он начинает откидывать сиденья, вы представляете, она говорит, ремень безопасности, и начинает наяривать. Естественно, я была в шоке, вспоминает Мария Дьякова. Значит, девушка отметила, она сожалеет, что не сняла весь происходящий, в машине процесс целиком. Пассажирка отправила видео вместе с жалобой в службу поддержки агрегатора. Значит, в компанию, в свою очередь, отметили, что тут же заблокировали таксиста за неподобающее поведение. Служба поддержки связалась с клиенткой, вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление. Такое поведение водителя мы считаем недопустимым. И принесли извинения пассажирке за эту ужасную ситуацию. Сообщили в компании агрегаторе. Значит, представители агрегатора также подчеркнули, что готовы оказать необходимое содействие правоохранительным органам, в случае, если пассажирка обратится с заявлением по факту нелицеприятного инцидента. Значит, друзья, что я хочу сказать. Все дело в том, что необходимо какой-то, вот у нас же разрабатывали закон о такси и еще там что-то, но понятно, что в первоочередном порядке нужно было принять закон о клевете в интернете, закон о признании физлицин агентами, вернуть медотрезвители и так далее. Но вопрос заключается в том, что пассажир фактически сейчас никак не защищен. Можно пожаловаться в компанию агрегатор. Могут принять меры, могут, так сказать, всячески там вас поддержать, дать какие-то промокоды вам, там еще что-то. Но в момент поездки вы можете оказаться с водителем вообще абсолютно непонятным человеком. На моей памяти были случаи, когда я садился в машину, и мне сам водитель рассказывал, что зарегистрировано все это дело на его друга, и друг дает ему побомбить, так сказать. То есть он вообще не имеет отношения, ни лицензии у него нет, ни к чему он не имеет отношения, вообще абсолютно. И в этот момент девушка правильно замечает, ты не знаешь, как себя вести, потому что ты можешь потребовать остановить машину и выйти, что я зачастую и делал в эти моменты. Но так как, в принципе, если ты торопишься, и вот она торопилась в аэропорт, тебе уже проще доехать. Ты понимаешь, что человек, в принципе, ведет машину нормально, но ты не понимаешь, в каком он состоянии находится, кто он такой вообще, что происходит. То есть он просто везет тебя и не имеет отношения никакого к этому ко всему. Бывали случаи, когда реальный водитель, который имеет отношение к таксопарку, который работает с агрегатором, значит, просто-напросто остановил один раз машину около Курского вокзала, прямо посередине дороги в Москве, и выбежал, схватил молоток в багажнике, и решил меня уконтропупить молотком. Собственно говоря, были разные абсолютно случаи. Однажды я попал просто в аварию, и, собственно говоря, отделался, можно сказать, легким испугом, но тем не менее. Лоб у меня был красный, вот того, что я ударился впереди, это вот подголовник переднего кресла, и подушки выбросили, там дым пошел. Я думал, дым, но там вот это вот идет от подушек безопасность. Собственно говоря, довольно было жестко. И чего только не было, в принципе, в моей жизни, в отношениях с таксистами. Сколько я разговаривал с таксистами. И вы знаете, все говорят одно. Таксисты, конечно, говорят, водители такси, что вот низкая стоимость поездки, и вот раньше как было, звонить нужно было, вызывать, там стоимость была такая высокая. Сейчас стоимость из района в район, ты можешь поехать вызвать там соответствующий какой-то агрегатор, Uber там или CityMobile, Яндекс.Такси, еще какие-то. И получается, что поездки не такие дорогие. Да, водителям, они говорят, доплачивает агрегатор, и так далее, если поездка там какая-то слишком дешевая. Но тем не менее, вот я считаю, что именно из-за этого идут все подряд работать реально. То есть лицензию получить вообще не проблема. В некоторых местах прям я вот еду, вывеска висит, подключаем там Яндекс, Uber и так далее. То есть прям, они прям не шифруются. Они прям офис открывают, подключаем, без проблем, то есть приходи, документы, они помогают, документы, все помогают делать. Значит, я один раз ехал с водителем на Яндекс.Такси, который вообще по-русски не разговаривал. То есть он вообще не понимал. Когда я ему говорил остановить и просил остановить его, он вообще не понимал, о чем я говорю. Я потом понял, что или я молчу, я доеду, или он сразу начинал орать, начинал рулем дергать, то есть как будто он, видимо, там у себя где-то едет. И вот я понял, что лучше помолчать, а все-таки в данном случае доехать до местного назначения, потому что иначе он просто не останавливался. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что нужно поднять цены, и тогда поднятием цен можно будет установить фильтр, когда, собственно говоря, будет более серьезный отбор. Я думаю, что это особо не будет работать. Почему? Потому что, если отбора нет сейчас серьезно, то его и потом не будет. И все дело в том, что кто-то говорит из водителя, например, с которыми я разговаривал, потому что нормальные водители не идут работать, именно потому что очень низкая ставка, мало заработать. С другими разговариваешь, наоборот, говорят, что если работать нормально, работать подолгу, это, конечно, работа на износ. По десятке поездок в день нужно совершать, чтобы что-то заработать. Но заработать можно хорошо, другие говорят. Если работать, реально не лениться, чуть ли не ночевать в машине. Работа адская, абсолютно. Я считаю, что, конечно, здесь необходимо компаниям-агрегаторам какой-то серьезный отбор. И я думаю, нужен закон, действительно, закон о такси. Я не знаю, был ли он принят или нет. Напишите просто в комментариях, может быть, я сам, по-моему, снимал какой-то закон о такси. Но, по-моему, тогда он был в стадии разработки. Закон, который бы регулировал деятельность всех агрегаторов. Собственно говоря, отбор водителя. Что должен, что не должен, как. Чтобы это как-то было урегулировано. Потому что сейчас, еще раз скажу, вот она села, молодая девушка. Он начал дротить, да, у нее на глазах. Во-первых, это эмоционально ее, да, потрясло. Ладно бы сидел мужчина, я думаю, что этот бы водитель, он бы не дротил бы довольно длительное время после этого. Но, тем не менее, для девушки это эмоциональный стресс. Это страх, в первую очередь. Страх за себя, потому что, ну, мало ли, что он может сделать. Сами понимаете. Значит, во-вторых, куда он налетел, я думаю, впечатление у нее надолго осталось. Она молодец, что сняла, что отправила, что добилась, что его заблокировали. Но ей не холодно, не жарко, заблокировали его или нет. Таких очень много, да, которые не будут дротить, но которые будут нарушать правила дорожного движения. Они стараются быстрее и быстрее успеть везде. Еще раз скажу, адский труд, они стараются заработать больше просто. Просто больше заработать, поэтому стараются сделать больше поездок за день. Но они нарушают все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, лишь бы быстрее заработать. Поэтому либо нужно действительно поднимать стоимость, чтобы такси перестал быть автобусом. Потому что сейчас стоимость некоторых поездок, ну, она не сильно отличается от общественного транспорта, да. Значит, когда особенно ты попадаешь, например, в пробку, цена фиксированная, и он вынужден стоять полчаса, но он тратит на бензин больше, чем ты ему платишь за поездку. Очевидно, что у человека это все вызывает стресс. Понятно, что если не нравится, не иди, так сказать, и не работай туда, да. Пришел, принимай эти условия. Потом он, конечно, компенсирует, еще раз скажу, агрегаторы, вот эти какие-то потери. Но тем не менее, я считаю, что это нужно регулировать реально. Вот это как раз то, что необходимо регулировать. Почему? Потому что если оставить все как есть, то, собственно говоря, мне кажется, что вот такие случаи, они будут повторяться. Вообще, на самом деле, я очень рад, что такой случай произошел. Почему? Потому что это дает возможность говорить об этой проблеме. Проблема действительно есть, она очень остро стоит. И я, конечно, сочувствую, но рад в том смысле, что может быть все-таки этот случай, вот такой громкий уже, он даст какую-то волну, чтобы можно было какие-то принять соответствующие нормативные правилы акта, регулирующие деятельность такси, и вот таких водителей просто вычистить. Да, вот я думаю, что я рад, что этот случай может стать, так сказать, причиной тому, чтобы вычистить вот таких вот водителей, чтобы их просто не было. Не было, чтобы девчонки не попадали вот в такие вот ситуации. А за девушку я, конечно, не рад, что это случилось. Я ей сочувствую глубоко, что она стала свидетелем вот такого вот абсолютно не мужского, в первую очередь, во-вторых, неадекватного абсолютно поведения. Но, может быть, еще раз скажу, может быть, вот этот случай все-таки убережет других девушек от подобных инцидентов. И дай бог, что все на самом деле вот закончилось без каких-либо последствий для, вы сами понимаете, там, здоровья и так далее. Друзья, напишите просто ваши комментарии, наверняка вы уже слышали об этой новости, или, может быть, читали. Если первый раз услышали, то будет крайне интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришн, друзья, подписывайтесь на мой основной канал, на канал саморазвития Будда Гришн, Life is Good. Добавляйтесь в Инстаграм Будда Гришн, нижняя почерка не единичка. Всем пока, друзья, до встречи.